Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада составе Анны Водоватовой и Михаила Осетрова. Надежную охрану и автомобиль нам предоставляет группа предприятий Цербер. Пермяк Константин Ермаков в одном из пермских магазинов купил печенье Алена. Принес домой, распечатал, а там, да-да, вот такая смешная анёла. Ну а в гостях Елизаветы Ерофеевой побывал сегодня необычный гость. Не завелись ли в раме какие-нибудь жучки, раз дятел прилетел? История, которая произошла сегодня во дворе 21-го дома по улице Запорожской, с одной стороны не очень веселая, с другой комичная. В три часа ночи посреди детской площадки застрял этот автомобиль. Где-то ближе к обеду к нему на помощь приехала другая машина и тоже засела в снегу. Где-то час назад к спасательной операции присоединился третий автомобиль. Тоже, кстати, застрял. Но к моменту нашего приезда его уже откопали. Хозяева автомобиля сниматься наотрез отказались. Они даже не хотели, чтобы мы показывали их машины. Так что вопрос, как автомобиль среди ночи оказался на детской площадке, остаётся открытым. Далеко отъехать нам не удалось. Жители второго подъезда, этого же, 21-го дома по улице Запорожской, попросили поделиться их проблемой. Самой спускаться с этого высокого крыльца мне вовсе не трудно. Как, собственно, и подниматься вверх. Но в этом подъезде живут молодые мамочки, которые каждый день весь этот путь проделывают с колясками. И понять не могут, почему те, кто строили крыльцо, не подумали о таком важном приспособлении, как пандус. И уж коли оказались мы в микрорайоне Юбилейном, то не могли не навестить эту лестницу, которая ведёт от 14-го дома по улице Братской. На прошлой неделе мой напарник Игорь Гиндис в буквальном смысле лёжа по ней спускался. Сейчас лестницу почистили. Ступеньки в полном порядке. До следующего снегопада. На этой позитивной ноте заканчивается наше сегодняшнее дежурство. Мы отправляемся на выходные. Но информационно-справочная служба дежурной по городу продолжает трудиться в круглосуточном режиме. Так что если вдруг прямо на ваших глазах произойдёт что-нибудь необычное, интересное или забавное, тут же звоните по телефону 2-633-100 и передавайте свои сообщения. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!